Приветствую друзья, решил покатать маленько тут Сейчас Два бомжа-каза отвез Суммарно на 222 рубля Ну сейчас у Яндекса практически все эти Заказы бомжовские Решил поработать 12 часов Субботу, то есть что будет 12 часов, что можно заработать Такие подачи дает, в принципе, по 2 километра Ну посмотрим Посмотрим 40 минут у меня заняло на Выполнение этих двух заказов Если что интересное, буду включаться Если нет, то То буду включаться через 4 часа Чтобы хронометраж не увеличивать Наконец-то и мне Прилетел заказик по тарифу Курьер От двери до двери Давно хотел Посмотреть, что это у нас такое в Твери Тариф Курьер А то я роликов уже много наснимал Про эти Шнырёвские тарифы Но сам ни разу не возил И вот решил попробовать На собственном, так сказать, опыте А то многие говорят, что Это всё-таки более-менее Но посмотрим Надо же, видимо, популярный тариф Включил и В принципе, третий заказ по счёту Да, на проспект Ленина, который только что я взял Отменили собаки Я считаю, что Пассажиры, которые отменяют заказ Должны получать От агрегатора должок Если доехал таксист И отметился То в размере полной суммы заказа А если Не доехал Но принял и выехал То хотя бы в размере Стоимости подачи Тогда отменять будут меньше Не доехал-то я В принципе, полпути Но всё равно Теперь, чтобы обратный заказ Принять, нужно развернуться И проехать полтора километра От двери до двери Проспект Калинина, 17 Сейчас посмотрим, что это вообще Что там И вообще указан не дом Указана парковка Посмотрим, есть ли кнопка ожидания В этом заказе Если есть, то, конечно При любых раскладах Будет ожидание Разумеется, платно Ну, вот здесь вот Точка подачи Прямо посерить парковки На месте Безналичная оплата Это хорошо Дойдите до отправителя С таксометром В него указаны точные адрес И комментарии Если нужно Позвоните Кнопка Понятно Сделаю скриншот Ну, хорошо Понятно Дальше что Проспект Калинина, 17 Первая квартира А, мне несут Несут Походу же мне цветы Ну, не мне Здравствуйте Доставите цветочек Доставим А я уже думаю Что за первая квартира Здесь, если это не жилой дом А там почему-то Именно без квартиры Не вызывается Да? Нужно было указать Да Вот это, если что Получатель Имя и телефон А, адрес получатель А, там указано Ну, не указана квартира А, 47 Все указано Ладно, хорошо Будем пробовать Хорошо, спасибо Пожалуйста, пожалуйста Так Пятый этаж 47 квартира Но нам не нужно Доходить с таксометром Таксометр мы Включим платное ожидание И оставим В машине И Барабанная дробь Сколько это стоит В пути Так, получатель Указан телефон Какой-то Яны 9 километров 19 минут Если бы это было эконом Так, тоже сделаю скриншот Но не 9 8,6 Но я округлил Так, это 8 на 12 96 Плюс 19 Соответственно Сто Пятнадцать И посадка Стоила бы 60 Без рубля Сто Семьдесят Четыре рубля А мы видим Сто семьдесят семь рублей То есть Четко Тариф Эконом Ну то есть Я сейчас посчитал Да Должно быть Сто семьдесят Четыре рубля У нас Сто семьдесят Семьдесят За то, что я дойду До этой Яны Отнесу ей Вручу цветы Я получу Б***ь Три рубля Короче С экономом Все С экономом Б***ь С доставкой Вернее с курьером Все понятно Тариф курьер Это бесплатный Шнырь Бесплатный шнырь Вот для контента Я сейчас конечно скажу Но пацаны Вот я Искренне Считал эти тарифы Говном Снимал про это ролик И тариф так Говном и остался Так оно и есть На самом деле Все Я небольшой Привет конечно Но не возите Вот реально Не возите Если меня сейчас Слышит Команда Яндекс.Такси Или как вы там Се называете Ребята Ну это бред Почему я должен Ходить бесплатно В чем прикол Я от точки А До точки Б Еду Строго по таксометру Почему тариф Курьер Стоит Столько же Сколько эконом С какого Доехал я До адреса По пути Пока я ехал Мне позвонил Дима Такси прикол Из Краснодара Диман Огромный тебе привет Позвонил И сказал Как порядочный Блогер Блогеру Говорит Что будет пилить Ответочку На Мои ролики По поводу Тарифов Курьер И доставка В понедельник Будет его ролик Если Планы у него Не сдвинутся Он говорит Что в корне Со мной не согласен По поводу Тарифа доставка Но при этом Он говорит Что курьер По курьеру У него нет информации И доставка Он мне назвал Суммы Там Значит 290 рублей Против 170 Это доставка И эконом При таких раскладах Смысл есть Смысл есть Он говорил Как раз Про цветы Но Возможно Доставка Дороже Курьера Возможно Но На деле На деле Это тариф Просто днищенский Который Вот сейчас Курьер Посмотрим Что у него Там по ценам У нас Вот такая история Отключу я Наверное Отключу я Тариф Курьер И посмотрю Сколько будет Чтобы не попадался Он больше Значит И посмотрю Сколько будет Стоит доставка Кстати Вот прикол Прилетел Следующий заказ Этот следующий заказ Я еще не дошел До клиента Не отнес Эту хрень Меня Следующий пассажир Будет ждать Еще хочу сказать Что Нету При тарифе Курьер От двери До двери Нету В таксометре Кнопки Платного ожидания Все Приехали Зато есть кнопка Конфликт Ну то есть Если груз Ведет себя плохо Можно нажать Кнопку конфликт Где логика Как раз Вот в этом тарифе Прекрасно было бы Платное ожидание Потому что Ну как бы Ты ходишь Ты тратишь время Но нет Его убрали Зато есть кнопка Конфликт Я сейчас нажму И будет записываться Аудио Как кричат цветы Что ли Блядь Я не понял Ладно Пойду отнесу Есть еще одна такая штука У меня припасено О Масочка Перчаточки Но я ничего Этого надевать не буду Я надеваю маску И перчатки Только если Ко мне идут пассажиры Вернее Перчатки я вообще пробовал Не понравилось Вот Но маску точно Когда есть Пассажиры Ко мне идут Их там 3 или 4 пассажира К примеру Каких-нибудь пенсионеров И они все в масках И в перчатках Я разумеется Надеваю маску Чтобы их не нервировать А так конечно Ну В маске ездить Такое себе Все Пошел доставлять Прилетел заказ На улицу Железнодорожников 88 Я уже поехал Было Это за Линией железной дороги Поехал было Туда Потом смотрю Точка стоит На перроне Прямо На рельсах Где поезда приходят Разумеется Туда не подъехал Подъехал На привокзалку Мне пишут Здравствуйте Вы где стоите? А да Не дает отметиться На месте Разумеется Пассажир пишет Здравствуйте Вы где стоите? И следующее Торговый центр Со стороны ЖД вокзала Это совсем другой Это Коминтерно 20 Дебилы Еще самое главное Отметиться Пришлось Так что Ну естественно Никакое Платное ожидание Ничего не работает Придурки Ставят точку Ху** Знает где Вот ху** Знает где Ставят точку А потом пишут Вы где стоите Ты сам-то Б** Определился Где ты стоишь Ну или дура Я уж не знаю Теперь я по вот этим Колдоебинам Должен Куда пробираться Где Грит вы стоите? Б** Б** Такой логичный вопрос Б** Ты Определись Где ты точку поставил Б** Вообще На железной дороге Б** О Заказ отменен Надо было Телефон посмотреть Б** Сейчас бы я позвонил Б** Объяснил Где я стою Вот твари Б** Просто Б** Это Б** 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 Ёбы Б** 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 Скотина Б** 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 Вон наверное Этот Стоит сзади Там Вызывает Следующую машину Б** Б** Всем добра Только Заглушил Вот Это тоже Прикол Только Заглушишь И Следующий Заказ В другой Стороне Б** Сигнали У тебя что тормоза нет Б** А ну да Улыбочку И Следующему К следующему Яндекс Бомжу Здравствуйте Сдача с 500 И у нас будет багаж Идите вы Б** Вот идите вы Б** Со своими Комментариями Вот реально Яндекс говорит Что какие-то Б** Заказы С комментариями Кстати Сдача с 500 Я не факт Что у меня есть Сдача с 500 Ну смотря Сколько стоит Заказ У нас Звездочка Что Б** У нас Звездочка Что они Пишут Б** Они понимают Что они Пишут Вообще А В нас Будет багаж Это типа Поправились Ну я не знаю У меня не будет Сдача сейчас 500 Только если На карточку Перечислить Смотря сколько Поезд На озерной улице Нет Это Это все Херня Отменяем Этот Б** Заказ Ненавижу Б** Б** Пойду Разменяю Б** Пришел Прекраснейший Заказ Великолепнейший С комментарием 6 человек Поеду Глумиться Просто Уже Отменять Нельзя Опять же Яндекс Обещал Нам Что Заказы С подобным Комментарием Не будут Пролетать И будут Отменяться Вообще Без Каких Либо Проблем По факту Это Оказалось Не так О Так еще И подача Три с половиной Километра Что-то Я не посмотрел Но напишу В чат Что нет Надо Припарковаться А то Эта дура Не дает Писать На ходу Вот Вот Такое Мы Отправим Им Сообщение Блин Было Было Быть Рядом Поглумился А Так Нет Ну Что Будем Стоять Ждать Я Собственно А Заказ Отменен Блин Отменили Гады Черт Такой Контент Сорался Ну Ради него Ехать Три километра Да ну В пень Так Гусева 7 Подъезд 21 Пока Жду Очередной Заказ Прошла Информация Что У водителя У которого Включен Только Комфорт Плюс На Камрюхе 18 Года Ни Эконом Не включен Ни Доставка Не включена Причем Написано Что Она Даже Недоступна Потому Что Не сдан Тест По доставке В общем То Он Не подписывался Возить Доставку Ему Прилетел Заказ По тарифу Доставка Он Отказался От него Не повез Красавчик Возникает вопрос Как он Прилетел Надо Делать Отдельный Ролик Прошло Четыре Часа Подводим Промежуточные Итоги Десять Заказов 1141 Рубль Примерно 110 Рубль Заказ 111 Примерно Почему Именно так Потому Что Было Два Заказа 222 Рубля 7 Заказов Было 772 Рубля Короче Все вокруг Одной цифры Вертится За За это Время Я Проехал 80 Километров 80 Километров Давай Читать 1141 Делим На 80 Получаем 14 рублей Километр Нищета За заказ Смысла Нет Читать До 114 Рублей Если быть точным И Стратил я 6,4 Литра Топлива Вот это Уже Можно Посчитать 6,4 Поделим На Умножим На 39 40 Я Заправлялся 252 Рубля И Вычтем Это Из 1141 888 Рублей Поделим На 4 222 Рубля 21 Копейка В час Какие цифры Сегодня Забавные 222 Рубля В час Достается Нам С машинкой За исключением Бензина Бензин Машинка Уже Скушала Ну Вот Такой Расклад При этом Был Как я Уже Говорил Ранее Заказ По тарифу Курьер Очень Смешной Из-за Этого Я Разумеется Еще и Опоздал На Заказ Следующий Но Ничего Страшного Дождались Но Сам Факт То есть Тариф Курьера Двери До Двери Пофигу Что Это Занимает Много Времени Это Ни Дороже Не Стоит Ни Больше Времени На Выполнение Дается В общем За 25 Минут Удалось 177 Рублей Вычтем Комиссию Умножаем На 0.85 Получаем 150 Рублей 150 Рублей За 25 Минут Но Продолжаем Марафон Продолжается Впереди Еще 8 часов Работы 8 часов Я честно Говоря Уже Охрененно Устал От Злости Наверное На Вот Эти Вот Нищебродские Заказы Да Еще Отмены Продолжаем В общем Ситуация Такая Прошло 7 часов За 7 часов Удалось Заработать 1953 Рубля Я не Поеду О Пришли Какие-то Не-не-не Я не Поеду Я Отменил Заказ Нахер Мне надо Ехать 3 километра Вот Хотел Как раз Об этом Рассказать Фишка В чем 1953 Рубля Удалось Заработать Это 270 Рублей В час Примерно Так Если Посчитаем Вот После чего Сделал Перерыв Ну Потому Что Ну Это Дрочь Вообще 270 Рублей В час Сдел Перерыв Выехал Первый заказ Прилетает На Максатиху Должно Быть Довольно Вкусно Все-таки Достаточно Далеко Думаю Еще Один заказ Такой И домой Тут же Отменяют Этот заказ Видать Не понравилось Не хотят На Ладе Гранте Ехать В Максатиху Потом Прилетает Второй заказ Тоже Отменен Сегодня По отменам Просто Чемпионы Вот В итоге Прилетает Деревню Изворотень Заказ И причем Я думал Что туда А оказывается Это оттуда Из Деревни Изворотень Я его принял Естественно Отменя Минус 13 баллов Или сколько там Вот Все Конечной точки Не вижу Прилетает Заказ Лента Московское шоссе Я думаю Сейчас приеду Увижу Большие перемерки 2А Ну Как бы Кто В курсе Это вот Даже не 3 километра Меньше Это вот сюда По московскому шоссе Вперед Чуть проехать И все Вообще Как где живут Какие то Приезжие Рабочие Вообще Вот То есть я сюда приехал Для того Чтобы проехать Еще потом Там Ну не знаю Не 3 2 километра Все Я заказ отменил У меня активность Там наверное Вообще уже Около нуля Болтается Ну не около нуля А 69 Все равно Нашли машину И пошли сюда Вот сейчас Пришли Двери мне тут Открывать Значит совсем Я вот Дебил Я должен возить Ну Вот Общага Где живут Друг на друге Блять Там вообще Там Какой то Там два здания Большие перемерки 2А и 2Б Вот Там два здания Где живут Какие то Приезжие Вообще Непонятно Какие рабочие Разнорабочие Вахтовики Какие то Друг на друге Живут Там просто Там Там прям Не знаю Там прям Какая то Клак Подцепить Подцепить оттуда Не то Что Коронавирус Там Эболу Можно подцепить Или еще Какую нибудь Хрень Вот Естественно Я туда Не поеду Вот И выходит Вот такая Вот история Из-за того Что это Активность Теперь блять Пассивность Раньше Когда было Что Процент Принятых Заказов Процент Выполненных И так далее Было более Менее нормально Четко Понятно Ты отказываешься Ну падает Процент Выполненных Процент Принятых Заказов А здесь Все Сняли Активность Я не вижу Конечной точки Естественно Пассажиры Идут Сначала Идут До машины Выясняется Что я Никуда Не поеду Все И дальше Они идут Ну как бы Это проблема Теперь пассажиров Не моя Дебилизм С этой активностью Но я говорю Я не готов Возить Вот такую херь Меня сегодня Раздражает Вот Вообще Я Ну видно Слышно Что я злой Во-первых Ну Заработок Копеечный Вот Ребенок 3-7 лет С детским креслом Слава богу Хоть что-то Вот Ладно Поеду Заработок Копеечный И Отсутствие Вот этой Вот активности Вернее Отсутствие Возможности Видеть Конечную точку Это не моя Проблема Что я не вижу Конечную точку Это проблема Пассажира Они будут Посылаться На херь Уже после того Как так сказать Вызовут И дождутся Такси Ну ладно Продолжим Посмотрим Что удастся Заработать Мне еще работать 6 часов А почему 6 5 5 часов Подводим итоги В общем Не смог я Отработать 12 часов Отработал я 10 часов 40 минут Ну будем считать 10 с половиной Округлим Заказы просто Кончились Время уже 15 минут Второго Ночи Почему так поздно Ну я дел перерыв Вот так вот Меня лучше интересно Дел перерыв Отдыхал я Несколько часов Там Покушал Своими делами Занялся Посмотрим Что получилось 431 рубль За два заказа Сейчас И 3241 рубль То есть 3672 рубля Оцените Яндекс.Такси Насколько вы довольны Сервисом Ненасколько Подробностей Не хочу Так Калькулятор Таксометр Страшно вешает Телефон Да и что такое Так Калькулятор У нас Вот здесь 3672 Делим на 10 С половиной Получается 350 рублей В час Ну Так себе Результат Но вытянули Несколько Заказов Это конечно Детские Тарифы С детским Креслом Плюс Пара Заказов По таксометру По таксометру Не по фиксе Так Теперь еще 3672 Бензин я Стратил Ровно На 800 рублей 20 литров Так Минус 800 Получается 2872 И уже Вот это Поделим На 10 С половиной Получается 273 рубля В час За вычетом Бензина Половину Придется отдать Машине 100 137 Рублей В час Можно считать Чистыми Деньгами Очень много Было Отмен Сегодня Прямо Как с цепи Сорвались С этими Отменами Был заказик Где человек Заплатил Наличными Больше За За то Что я его Повозил То есть Эти деньги Яндексом Не учтены Но так бывает Не всегда Поэтому я их Здесь Не буду Не буду Учитывать Резюмируем По поводу Тарифов Курьер Отключайте Нахер Курьер Если у вас Нет желания Шнырять За Те же Деньги Которые Вы просто Возили бы Эконом Как выяснилось Тариф Курьер И тариф Эконом По деньгам Вообще Одно и то же Разница Там в 3-4 Рубля Но при этом Нужно ходить Что-то вручную Вручать Это от двери До двери Не понимаю Почему так Да Активность Активность У меня срезали Значительно Во-первых Я принял Заказ Не разобравшись Что надо ехать В деревню За пассажиром А не в деревню С пассажиром Пришлось отменять Заказ От ленты Пришлось Отменять Потому что Ну Я уже не видел Конечку И соответственно Послать Послать людей Как говорится Пешочком Искать следующую машину Но активность Удалось вернуть Я не знаю По-моему Живые люди Вообще Такие вопросы Больше не рассматривают Рассматривают Роботы Поэтому Если сформулировать Четко Так Чтобы Чтобы машина Смогла разобраться Там Нейросеть Обрабатывает Эти запросы Или что Я прям написал Верните активность Пассажир Мне указал Что он с ребенком По заказу Такому Был такой заказ Вот Но мне по нему Вернули Активность Почему-то Не только Там За этот заказ А вообще Докинули До 100 баллов То есть У меня было 60 Сколько там 69 Потом я Поправил До 72 Но Все-таки Хотелось Видеть конечку Поэтому я Нажаловался И Мне активность Подняли до 100 То есть Почему-то Не заморачиваются Поднятием активности Ровно до Какого-то там Уровня С которого Она падала Вот Докинули до 100 То есть 28 Баллов Накинули сразу Рекомендую Всегда писать Если у вас Какая-то ерунда С активностью Всегда пишите Прямо четко Формулируйте Что Верните Активность По причине И дальше Указывайте Почему-то Пассажир был Конфликтный Не устроила Цена Не знаю Я напишу Что пассажир Не указал Что он с ребенком Не указывай Даже по какому Заказу Все Возвращают Активность До 100 баллов Не первый раз Этим пользуюсь Промокод У меня есть Еще на 3 часа Промокод Я не использовал Сегодня Потому что Ну не было Такого заказа По которому Стоило бы Использовать Промокод То есть Обычно Я ввожу Либо Если вижу Что заказы Сыплются Прямо пачками Либо Первый же заказ Например Какой-нибудь Хороший Вкусный Например На 800 рублей Разумеется Нужно Ввести Промокод И сделать Нужно До того Как Доехал Отметился На месте Тогда Этот промокод Сработает Если отметились На месте Или уже Начали Заказ Промокод Вводить Бесполезно Заказ Тариф Тариф Курьер И вообще Даже Не пройден Тест Не сдан На тариф Доставка Но Сыплется Сегодня Попался Такой Такой Случай Но не у меня Конечно Вот Случай С одним Из водителей Пытались Разобраться В чем дело Разобрались В чем дело Но Действительно Падает Падают Заказы По тарифу Курьер Даже тем У кого Этот курьер Не включен При соблюдении Определенных Условий Яндекс По возможности Что называется Навязывает Навязывает Такие тарифы Вот Программисты Криворуки Может быть Специально Сделан Такой Косячок Но Прилетает Тариф Причем Человеку Ну будет Отдельный Ролик Но прямо Анонсирую У человека Был включен Только Комфорт Плюс Вообще Больше Никаких Тарифов Не было Включено Только Комфорт Плюс Ему Прилетел Курьер От двери До двери Вот такая История Но это У меня Все Не упахивайтесь По 12 часов Это Довольно Тяжело И опасно И особого Выхлопа Не приносит Лучше Сделать Перерыв И Поработать Еще Потом До встречи Продолжение следует Продолжение следует...